redmi 7 а смартфон для тех кому за минимум денег нужно надежная звонилка с хорошей батареей да еще чтоб можно было поиграть и в интернете посидеть вот кандидат на эту роль redmi 7 а только вдумайтесь вполне себе нормальный смартфон который не дотягивает и до сотни долларов я купил глобальную версию на 2 32 гигабайт памяти на алиэкспресс чтобы было дешевле можно было конечно купить еще дешевле на 216 но скажу сразу что это удовольствие для настоящих мазохистов предостерегаю не берите на 16 гигабайт на сегодня это не вариант 32 минимум для комфорта где я брал конкретно данный смарт смотрите в описании но перед началом обзора я попрошу тех кто не с украины промотать на 25 секунд вперед а украинцы смотрите я хочу посоветовать вам реально крутой канал огляд юэй там действительно актуальная для нашей страны смартфоны и много других гаджетов как говорят своя рубашка ближе к телу а главное все обзоры сняты качественно и исключительно на украинском языке для тех кто в теме подписывайтесь а я специально в описании оставлю ссылку на обзор данного гаджета чтобы вы посмотрели также точку зрения моего коллеги юры из канала огляд юэй тем более совсем скоро на канале розыгрыш двух mi band 4 подписывайтесь вам понравится итак по порядку коробка глобалки у нас выглядит вот так тут самый минимально возможный комплект даже без чехла но что хорошо так это то что зарядка на 5 вольт 2 ампера а могли же положить и 1 амперную и зарядка продолжалась бы дольше сам смартфон черного цвета в моем случае также есть синий вариант и другие и сразу хочу сообщить вам что меня порадовало посмотрите невиданно но пластик не глянец ты даже не представляешь как тебе повезло да да именно повезло тут не маркетинговый глянец как например в redmi 7 который сильно пачкается и царапается даже об воздух то дела с этим намного лучше это самое оптимальное решение по моему смартфон толстячок не то чтобы это напрягало просто подметил но мне например удобно им пользоваться а толстячок потому что батарейка тут на 4000 миллиампер что сулит ему длинную жизнь от одного заряда а также смотрите ничего не смущает правильно тут нет сканер отпечатка пальцев и вот она настоящая экономия сами понимаете ценник но кто хочет защитить смартфон от посторонних людей в нем реализована функция разблокировки по лицу работает кстати довольно неплохо только перед разблокировкой нужно еще клавишу питания нажать желательно так как мы и думали тут вход micro usb я бы удивился если честно если бы здесь был тайп си экран широкоформатный 19 к 9 имеет довольно немаленькие рамки на сегодня но и не такие как были еще пару лет назад зато по моему есть существенный плюс углы экрана не сильно закруглены и этот вариант более симметричен и практичен диагональ 5 45 дюймов и вы уже понимаете что его на сегодня можно назвать компактным решением разрешение hd плюс бюджетная но это пока золотой стандарт ультра бюджетников цветопередача ближе к натуральной цвета спокойные углы обзора хорошие и вот она коронная фишка смартфонов сяами классный нижний порог яркости чтобы не слепила глаза в плохом освещении причем регулировать вручную очень удобно опустив шторку еще одна коронная фишка как во флагманах xia так и в ультра бюджетниках это управление жестами намного удобнее чем стандартные кнопки если привыкнуть но анимация в таком режиме изредка подлагивает думаю это не слишком мешает при использовании если привыкнуть опять-таки также есть куча настроек типа баланса белого уменьшение синего свечения даже темная тема уже тоже доступна индикатор уведомлений кстати есть и он одноцветный верху слева позитивным решением также есть поддержка 2 сим-карт и карты памяти одновременно может выручить даже когда место будет уже мало также есть вход по 35 миниджек и второй микрофон шумоподавления так а дальше у нас уже поинтереснее процессор в прошлой модели redmi 6 а был helio a22 бюджетный проц тут он уже конечно покруче 8 ядерный qualcomm snapdragon 439 на 12 нанометров по поводу скорости работы оболочки все в принципе неплохо единственное я уже говорил что анимация при сворачивании приложений может иногда подтормаживать может иногда чуточку задумываться и это со всеми ультра бюджет никами так если у вас был быстрый смартфон то вам это явно не придется по вкусу я думаю все дело в двух гигабайтах оперативы а в играх же как за свою стоимость он проявляет себя прекрасно я в танках ставил среднюю графику и все и шло отлично потом вообще обнаглел и поставил высокие и тут тоже играть вполне даже можно fps вполне играбельный разве что в серьезных замесах может немножко пропускать кадры подтормаживать папка автоматом выставляет высокие но можно выставить и чуточку повыше у нас тут игровой ультра бюджетник нарисовался до ускоритель кстати adreno 505 а антуту же нам выдает 75 тысяч 102 балла что тоже очень неплохо ну и еще одна хорошая новость набор датчика в данном смартфоне не ультра бюджетный а нормальный в таких недорогих телефонах как например в прошлом моем обзоре honor 8 а советую кстати посмотреть не оказалось гироскопа и магнитного датчика компаса при навигации если уточнить тут с этим все окей что конечно радует можно смело использовать как навигатор в машине и даже пешком еще одна занятная фишка в нем даже есть радио я запускал на улице и он без проблем работал без гарнитуры 4g ловит без проблем вайфай только 2 и 4 гигагерц bluetooth 42 то есть бюджетный набор а вот nfc нет разговорный динамик просто отлично слышно чудесно внешний динамик хвалить не буду я привык что в сяоми звук громкий да еще и с намеком на бас тут он такой более плоский и пискляве и тише чем я привык тем не менее смотреть видео youtube вполне можно звук в наушниках довольно неплохой и имеет запас по громкости даже выше среднего если менять регионы кто в теме что это такое то максимальная громкость не меняется автономность конечно же смартфон будет жить долго небольшой hd экран 12 нанометров проц и вам хватит железно на два дня ну за день нужно постараться чтобы высадить разве что играть часами но я заметил что пока под нагрузкой он берет довольно немало я думал будет меньше и за полчаса игры у меня ушло 8 процентов заряда тогда как без особой нагрузки на проц просмотры видео из youtube садил всего на четыре процента то есть в два раза меньше я думаю когда подправят прошивку автономность улучшится а заряжается смартфон около двух часов камера поговаривают что она лучше чем в китайской версии данного смартфона потому что сенсор здесь amx 486 на 13 мегапикселей хоть конечно не ловит звезд с неба но я скажу вам точно что данная камера будет ощутимо получше чем в других менее известных брендов за те же деньги тут можно быть уверенным фото в хорошем освещении довольно ничего а вот в помещении конечно видимых шумов уже не избежать тест съемки видео на смартфон redmi 7 а у нас full hd 30 кадров я заметил одну важную деталь то что тут нет электронной стабилизации в redmi 6 и 6 а она была почему здесь нет я могу только предполагать я думаю что может быть сами решили не сильно баловать своими ультра бюджетниками чтобы покупали более дорогие например смартфоны ну или же с обновлением все появится не знаю ну качество видео вы вот сейчас можете видеть как слышать мой голос ветерок дует может быть немножко будет слышно это все и оцениваем full hd 30 кадров напомню фронталка на 5 мегапикселей я могу сказать что она со своей задачей справляется тоже нормально ну и мнение от смарт плюс хотите недорогой смарт и не пожалеть о покупке то вот он надежность сами автономность производительность как за его цену и даже камеры можно отнести к плюсам хотя вы должны понимать что дешевый смартфон будет уступать и в качестве экрана разрешение звуки камерам но если вам хватит всего того что вы увидели в данном обзоре то это однозначно ваш выбор и мне приятно то что я действительно могу рекомендовать его к покупке за эти деньги то что нужно смарт плюс одобряет ну что же друзья побаловались смартфончиками а в следующем видео о сборке пк для юного монтажера с перспективой апгрейда будет интересно подписывайтесь и жмите колокол а с вами был андрей канал смарт плюс всем пока друзья увидимся совсем скоро